Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за Дорненскую Барусию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что же, у нас остается предпоследний выпуск в карьере за Дорненскую Барусию, потому что следующий это уже будет майский. Ну а в мае, если какой-то вдруг будет, если так сложится, дай бог, финал Лиги Чемпионов, то он может быть либо в конце мая, либо в начале июня. Поэтому это мы уже уместим в майский выпуск, в последний. Ну а сегодня у нас тоже насыщенный ролик, очень много матчей, но и сегодня у нас важные матчи в четвертьфинале, если я не ошибаюсь, Лиги Чемпионов. В 1-8 мы прошли Барселону в двух матчах, но здесь у нас будет Челси, поэтому акцент делаем именно на эти матчи. Также у нас еще сегодня Дарклассикер, вы знаете, игра против Баварии. Лидерство у нас есть, лидерство неплохое в 14 очков. Но, скорее всего, оно станет у нас сегодня немножечко поменьше, потому что в некоторых матчах я буду все-таки делать акцент на Лигу Чемпионов. Поэтому сейчас у нас игра против Лейпцига, а через два дня игра уже против Челси. Поэтому здесь, я думаю, приоритеты поставим именно на Лигу Чемпионов. И вторым составом выйдем против Лейпцига. Первая строчка против четвертой. Составы на ваших экранах. Начинаем. Ну что ж, друзья, сигнал иду на парк. Боруссия принимает РБ Лейпциг в рамках Бундеслиги. Начинаем. Теперь надо только подать, найти партнера. Коломо Ани открывает счет в этой встрече. Сапаслая дает голевую передачу. И вот, со стандарта. Играя, может быть, вторым номером мы все равно играем так же, как и первым. Пытаемся навязать свой футбол. Но вот, получилось забить со стандарта. И это очень даже хорошо. Потому что уровень команд немножечко разный из-за того, что мы играем вторым составом. Но вот, получилось выйти вперед. Еще в первом тайме. Поэтому замечательно. Коломо Ани. Десятый гол. В 14 матчах. Отметку в 10 мячей за Боруссию он превзошел. Поэтому замечательно. Отлично. И вперед, и вперед. Там у нас Бо Аду. А дальше-то там и Коломо Ани. Видно, что подключается. Но на Бранта пошла передача. 2-0. В принципе, футбол меня такой устраивает. Играя вторым составом. Со стандарта забили. И вот в хорошую контратаку. Еще и ушли. Поэтому замечательно. Два гола с таких вот именно моментов. Поэтому все, в принципе, разумно, что именно в эти моменты изобила Боруссия. А вот и Бюрки. А вот и Бюрки привез. И я думаю, как-то получше получится обработать за него. Как-то пройти. Но вот Асенсио. А отыгрывает один гол. Ну, честно, не было никакой мысли сейчас. Вот просто пытался как-то убрать Асенсио в сторону. Вот. Но далеко от себя мяч вот здесь вот отпустил Бюрки. Как-то мяч сквозь ногу прошел. И вот так вот. Ошибка вратаря. Сейчас нам, может быть, многого будет стоить. Коломо Ани. Набирает ход. Хорошая передача на Бо Аду. Забьет ли этот парень сам? И забивает. И забивает Бо Аду снова. Для Боруссии делает этот счет в два мяча. Разница до Лейпцига. Поэтому неплохо. Бо Аду неплохо за мяч зацепился. Бранд. Ну и про Би-Джи. Естественно, и Юлиан Бранд делает счет разгромным. Дубль. Забивает у нас капитан команды. Но вот как-то я не знаю. Игра прям дает нам обыгрывать Лейпциг. Понятно, что в скором времени поплатимся мы за это. Потому что игра то на нашей стороне бывает, то против нас. И на вынос. И снова, и снова Бюрки. И снова Асенсио. И снова Асенсио забивает. Далеко я вышел, конечно, за Бюрки. Думал, он успеет. Ну а еще и пенальти. Еще и пенальти на последней минуте. Красную касочку прямую дает арбитр Панградчичу. И это вторая вроде его в сезоне. Но я не знаю, ну как тут можно дать красную за такой момент. Тем более так, кстати, пенальти. Ну дай ты желтую. Концовка матча. Ничего это не даст. Нарушение прям не было таким явным. Но вот сейчас Бюрки. Ой, ну это без шансов. Это без шансов. И, скорее всего, будет победа сейчас минимальная. Где-то и я подрасслабился уже. Даже ведя в счете 2-0. Вот так вот получилось отыграть за Бюрки. Не очень удачно. Потом снова мы сделали эту разницу. Даже увеличили эту разницу до разгромной 4-1. И потом пропустили 2 мяча. Но главное, что победа. Она минимальная. Но в любом случае победа. Так, ну и многие, кстати, советовали в комментариях изменить позицию Гюрера с левого защитника на центрального полузащитника. И говорят, что у него прям рейтинг выросли. Давайте посмотрим. Потому что такое я наблюдал у Бейла. С позиции, я не помню, вроде с ПФА на ПП или наоборот с ПП на ПФА. То у него на 2 единички там вроде рейтинг возрастал. Ну, смотрим. Да, действительно, на 4 пункта Гюрера у нас возрос. И теперь в 88-й у нас центральный полузащитник. Ну, вот теперь, правда, проблема. Понятно, что он будет играть в первом составе. Скорее всего, вместо Уицеля. Ну, вот теперь больше интересно. Даже, наверное, вот так вот Джана. Больше в опорочку поставим. Гюрера здесь. А кто же будет играть-то теперь здесь у нас? Фримпонг, ну, не знаю. Фримпонга, в принципе-то, устраивает. У нас Морий, правый защитник, а здесь Мюнье. Поэтому, наверное, давайте здесь тогда в первый состав мы Труфё поставим. Труфьерта, Труфё. Не знаю, как правильно будет. Ну, а во второй мы поставим, во-первых, вместо Каны Вицеля, вот здесь мы поставим... Вот его найти теперь вот не могу. Фримпонга. Здесь уже минус один у него почему-то. Понятно, что позиция другая. Ну, и тонус там. Поэтому, ну, вот посмотрим. Так что, в любом случае, хорошего полузащитника мы получили. Не знаю, как будет он, конечно, играть. Но надеемся, что положительно для нас. Так, ну, у нас Лига Чемпионов, четвертьфинал, первый матч. Играем дома. Вроде тут и Аканжи немножечко. Подуставший Труфьер. Понятно, что они матчи провели. Кстати, я не понимаю, там, почему так? Травму, что ли, кто-то из центральных получил? Или почему так? Потому что у нас, в принципе, три основных... Хотя нет, четыре. Панграч, Хюмельс, за году. Ну, там кто-то, наверное, травму получал. Так, Хюмельс. Аканжи, ну да, за году и Панграча надо поставить во второй состав. Панграч, понятно, пропустит игру там с Штутгартом, вроде, следующая. Из-за красной карточки против РБ Лейпциг он ее получил. Так, ну а первым составом, который на ваших ранах, мы сыграем сейчас против Челси. Посмотрим, как Гюррейра с рейтингом 88 отыграет. Ну и Челси, команда, за которую я также веду карьеру на канале. Вот посмотрим. Противостояние вот такое сейчас будет. Дождь еще на стадионе. Начинаем. Ну что же, Лига Чемпионов, четверть-финал на БВБ Стадион. Боруссия Дортмунд против Челси. Начинаем. Вот на такие жертвы идет главный тренер Боруссии. И вот Гюррейра, был офсайд, не был. И передача. И это гол. Это гол. Ройс выводит Боруссию вперед. А голевое дает наш новый полузащитник Гюррейра с рейтингом 88. Правда, Гюррейра шикарно сейчас еще и за мяч сцепляется. Вот против Канте не справился, но мяч остается вроде как у Боруссии. И автокол Рюдигер. Отлично. Спасибо большое. Вот так вот. Понятно всем, что Рюдигер заканчивает свою карьеру в Челси, перейдя в Мадридский Реал. Но вот так вот. Не поняли друг друга Эдуар Минди и Рюдигер. И почему-то, ну и Минди сам как-то даже не пошел на линию передачи Рюдигера. И вот так вот получилось. Но это пока что мой, наверное, самый такой нелепый автогол. И больше это было как будто 12 игроков Боруссии сейчас были на поле в этот момент. И Акан же это пенальти. Это пенальти на 89-й минуте. Также в концовке во втором матче у нас подряд назначает арбитр пенальти. Что против Лейпцига играли. Но здесь вот как-то вот, не знаю, 50 на 50. Но посмотрим, получится ли у Кобеля. Да вы посмотрите, что творят-то. Что Андре Сильва, что Роме Лукаку просто вколачивают мяч в ворота Боруссии. Боруссии финальный сесток, минимальная победа в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Дома вот не удалось в сухую нам додержать этот матч. Все-таки пенальти на последних минутах. Но при двух ударах в принципе учился за этот матч. Как-то обидно. Ну что же, Рашля мы продали. Он переходит в Базель. И миллион восьмисот к нам добавят. Ну это уже в следующем будет сезоне, которого у нас, к сожалению, не будет. Мы доигрываем вот последние два месяца и заканчиваем со всеми в принципе карьерами. Они у нас вот будут идти только один сезон. Хюмельса хотят купить у нас в Севилью. Мы не планируем его. Поэтому отклоняем. Ну что же, друзья, у нас сейчас выездная игра против Штутграда. 16-й команды Бундеслиги. Играть мы будем снова вторым составом. Но кроме Панградча, я не знаю там, кто выйдет. Ну и также у нас вот небольшие, конечно, вообще проблемы в обороне. За году минус 3 тонус. Фримфонг минус 1 играть не на своей позиции. Но вот будем как-то стараться этот матч. Так, здесь нам не дадут. Сразу начать надо вот здесь. В самом меню сразу убирать Панградча на этот матч. Ну что же, составы на наших ранах. Поехали. Ну что же, Штутгард. Мерседес Бен с ареной, если я не ошибаюсь. Все верно. Бундеслига. Мы начинаем. Так, Даут. Первый на подборе. Здесь еще и Вицель. И Вицель. Открывает счет. В этом матче. Седьмая минута. И Аксель Вицель. Переставили его теперь во второй состав. Из-за того, что Гюррера с шикарным рейтингом у нас в центре полузащиты теперь будет зажигать. Поэтому Вицель мы поставили вместо Каны молодого опорничка. На которого я и рассчитывал в оставшейся части сезона. Нелепых таких пропустил. Колумуани! Какой голешник! 2-0. Семнадцатая минута. Дальним ударом Колумуани поражает ворота Штутгарта и ворота Мюллера. И вот неплохо. И это 3-0. Это 3-0. И Колумуани отдал свою голевую передачу. И вот забил Боаду. И какой удар Силаса. 3-1. Перед самым перерывом забивает Штутгарт. Ну, пока что гол престиж. Но мне кажется, это может оказать серьезное влияние на обе команды во втором тайме. И Колумуани. Колумуани все-таки забивает. Гол будет засчитан. Со второй попытки вот так вот пробить у Колумуани наконец-то получилось. В первом моменте Мюллер потащил. Там минут 10 назад. А вот со второй попытки Колумуани смог перебросить вратаря и забивает дубль сегодня. Боаду. Ну что? А Боаду также попытался перебросить. И у него-то это получилось с первой попытки. Колумуани и Боаду забивают дубль. В сегодняшнем матче. И оба вот так вот шикарно. Как будто на спор сейчас попробовали забить два одинаковых гола. Ну, вот просто унижают вратаря Штутгарта. И забивают пять мячей. Борусия в сегодняшнем матче. И все. Финальный свисток на табло. Мы видим белую и желтую полоску. Но счет у нас 5-1. Разгромная выездная победа. Ну что же, у нас сейчас ответная игра. В четвертьфинале против Челси. 2-1 мы их обыграли на своем поле. Теперь на Стэнфорд-Бридж столкнемся. И будем бороться за право выступать в полуфинале Лиги Чемпионов. Вот он наш состав. Поехали. Ну что же, Стэнфорд-Бридж. И мы сегодня узнаем, будет ли для нас эта последняя игра. Либо же для лондонцев. И получится ли нам все-таки навязать эту борьбу на чужом поле. А вот Лукаку так просачивается. И удары. 2-2. И вот так вот уже на четвертой минуте Лукаку не сдержали наши игроки обороны. Корпус там ставили, но не получилось. Я не видел. А Хюмельс вроде, да? Значит, Хюмельс. Из-под него пробил. Но Кобелю здесь было очень трудно достать и парировать этот удар. Четвертый гол Лукаку. Причем 2 он забил нам в четвертьфинале. Ройс отлично, как на скорости-то сейчас. И прорывается мимо Аспелекуэты. Марко Ройс 1-1. Ну и пока что по сумме двух встреч. Борусия выходит вперед. Ройс не забил со штрафного, но получилось сейчас забить с игры. И видит он забегание Малина. Было, кстати, не знаю, вроде не было, раз арбитр продолжает движение. Малин простреливать нужно. И забивает Марко Ройс. Отлично дубль немецкого полузащитника. Которые могут сейчас просто улучшить наши, естественно, шансы на выход в полуфинал. Но супер. Два мяча от Марко Ройса сегодня. Ну и все. Финальный свисток. И ровно с таким же счетом заканчивается матч. В ответном четвертьфинале в итоге Борусия 4-2 обыгрывает Челси в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Вот так вот. Вот так вот. Получается, что действующий обладатель Лиги Чемпионов пролетает мимо этого турнира в этом году. Так, ну а все матчи сыграны. Атлетика Мадрид прошел МЮ. Со счетом 3-1. Мы прошли Челси 4-2. ПСЖ прошли Манчестер Сити 5-1. И Ливерпуль прошел Баварию. Поэтому будет очень интересно. Все, причем, команды из разных стран. Из Испании, из Германии, из Франции и из Англии. Вот как-то так. Из Италии, к сожалению, никого у нас не оказалось. Но все равно будет интересно. Хотелось бы, наверное, больше сыграть мне против Атлетика. Потому что, мне кажется, полегче будет. Против ПСЖ Ливерпуля. Уже, мне кажется, потруднее. Да, и вывеска поинтереснее будет, наверное, для нас. Для финала. Именно сыграть либо против ПСЖ, либо же против Ливерпуля. Так, ну и действительно, нам выпадает Атлетика Мадрид. С чем я вас и поздравляю. Первый матч мы уже сыграем сегодня. Вот как-то так. Ну что ж, сейчас мы играем против Вольфбурга. Играем вторым составом. Потому что дальше у нас игра против Лейпцига в Кубке. Поэтому пока что у меня вот именно приоритеты на матчи, в которых у нас сразу же идут на выбывание. Это вот и Лига Чемпионов, и матчи Кубка Германии. В Бундеслиге у нас есть хороший отрыв. Поэтому можно рисковать, выпуская второй состав против хоть серьезных соперников. Но других вариантов у меня пока что нет. Поэтому вторым составом играем против Вольфбурга. Их состав на ваших экранах. Но форму я бы здесь все-таки поменял. Мне кажется, сливаться желтая с вот таким вот ярко-зеленым все-таки будут. Поехали. Итак, Сигнал и Дуна Парк принимает матч Баруси против Вольфбурга в рамках Бундеслиги. Начинаем. Хорошая передача на Цобослая. Цобослай. В контратаке мы забиваем. Не забиваешь ты, забиваю тебе. И Колумуани открыл счет в этой встрече. И какой момент! И Векхорст прошивает бюрки. 1-1, 64-ая минута. Вот так вот. Казалось бы, ничего здесь опасного. Но в касание еще и так прошил в ближний угол. Во вратарке, как говорится. Но бюрки пропускает. Неплохо через Бранта. И дальше. Здесь уже Буаду. И все-таки забивает. Колумуани делает дубль. 84-ая минута. Пропускает Вольфбург в концовке. Но Колумуани шикарен в последних матчах. Ну, бюрки пропускает. Все-таки так не сильно далеко. Вроде вышел я. Думал успеть вернуться в свою позицию. Но не успел. И мы пропускаем. Бомб Гартнер. Да? Да. Забивает. И счет снова. Ничейная у нас 2-2. И все, друзья. Ничья 2-2. Боевой матч, конечно, сегодня был. Я так понимаю, мы стали чемпионами. Потому что там так резко сейчас камера на фанатов перелилась. Я решил пропустить эту катсцену. Но сейчас мы по новостям-то уж точно узнаем. Да и в принципе сами можем посчитать. Но все-таки интересно почитать. Да. Баруся доминирует и в Бундеслиге берет титул. То есть это еще до матча с Вольфбургом было известно. Вот тогда. В принципе, можем мы и сами в этом убедиться. Не доверяя новостным источникам. Итак. У нас 34 тура. То есть остается у нас 4 матча. 4 матча. За 4 матча можно получить 12 очков. Если Бавария набирает 12 очков, у них будет 73 очка. Ну да. Здесь уже все. Поэтому всех поздравляю с чемпионством. Ну и теперь полностью делаем акцент на игре в кубке. И на игре в лиге чемпионов. Так. Даут у нас прокачался на центральном полузащитнике. Надо поискать, наверное, все-таки бокс-то бокс. Попробует. Ну что же. Первым сам сейчас мы выходим против Лейпцига. Этот полуфинал будет в один матч. Потому что в некоторых странах практикуются полуфиналы в два матча. Но в Германии в один. Поэтому у нас состав отлично заряжен. У Лейпцига много уставших. Но будем стараться. Поехали. Ну что же. Полуфинал Кубка Германии. И именно этот матч не в нашу пользу проходит в Лейпциге на стадионе Рэдбул Арена. Я надеюсь, так вроде она называется. Поэтому посмотрим, что из себя будет представлять мой первый состав. Потому что в чемпионате недавно против Лейпцига мы играли вторым. И выиграли их со счетом 4-3. И разгромно побеждать. И какой голешник вот Ассентью забивает. Он забил нам 2 в чемпионате. Вот сейчас забил в Кубке. И вот таким шикарным дальним ударом. Но через раз такой, естественно, залетает. У Ассентью с первой попытки получилось. Точнее, у Лейпцига в наши ворота. А так и вышло. Сильва. Сильва забивает второй перед самым перерывом. Но надо забивать хотя бы один Марко Ройс. И забивает все-таки Беллингем. В офсайде был Эрлинг Холланд. И специально пропустил мяч до полузащитника Боруссии. И поэтому шансы-то еще есть. 55-ая минута. 2-1. И Холланд 2-2. Сразу же камбэк. За 3 минуты буквально мы снова возвращаемся в эту борьбу. И вот так вот. Лейпциг пропускает 2 мяча во втором тайме. Холланд. И Холланд забивает шедевр. Вот так вот на дальний удар. Асенсио. Холланд отвечает своим. И выводит Боруссию вперед. Супер Эрлинг забивает супер гол. Но вы просто посмотрите. От каркаса ворот. В такой дальней позиции. Аккуратненько сместился. Естественно, под рабочую ногу. И пробил. В самую девятку полетел этот мяч. Замечательно. И Холланд еще и с правой ноги забивает. И это разнос. От Эрлинга. 4 мяча во втором тайме забила Боруссия. Причем пропустив первым 2. Вот кто бы мог подумать, что такое произойдет. А в итоге сейчас еще остается, кстати, время. И если Боруссия забьет еще один, то это будет разгром для Лейпцига. Ведя в счете 2-0. Лейпциг пропустил 4. Все. Финальный свисток. Дортмунд. В финале Лейпциг пойдет разбирать. Первый тайм и стараться играть, как в первом тайме, остаток сезона. Так что Боруссия сейчас на ходу. Стала чемпионами Германии. И сейчас еще будет бороться за, как минимум, золотой дубль. Но все так же еще Боруссия идет к Треблу. Потому что еще и будет участвовать в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну а в противоположном матче решается либо Майнс, либо Боруссия Мюнхен-Гладбах составит нам пару финалек. Ну что же, друзья. Дер Классикер. Играем мы на выезде против Баварии. Ливандовский с 18-ю забитыми мячами. Мюллер с 17-ю. И у нас вот Эрлинг Холланд. Один в пятерке бомбардиров. Но турнирное значение этот матч не имеет. Лишь только, наверное, для Баварии. Если нас они обыграют, то повыше оторвутся от Вольтбурга. И будут надеяться на их оплошность. Но мы уже чемпионы. Поэтому будем играть вторым составом. Ибо дальше у нас матч в Лиге Чемпионов против Атлетика Мадрида. Итак, составы на ваших экранах. Поехали. Итак, мы в городе Мюнхене. Бавария принимает самый важный матч. В апреле, наверное, в Бундеслиге. И самый интересный. Потому что матчи между Баварией и Барусией всегда проходят очень огненно. Правда, сейчас интереса к этому матчу особого нет. Лично, наверное, у меня. Из-за того, что я знаю, что мы играем вторым составом. А Бавария первым. Но это все равно не отговорки. Лейпциг мы все-таки обыгрывали. Штутгарт обыгрывали вторым составом. Вольсбург немного не получилось. Но посмотрим, как сыграем против Баварии. Надеемся на положительный результат для нас. И пропускаем. Забивает Пьер Эмирик Абумиян. Еще и отпраздновал. Вообще замечательно. Это мы сейчас припомним ему. Так что надо будет стараться нам бежать в атаку. Так, Горецко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это все. 2-0 вряд ли мы уже отыграем. Поэтому давайте я Холланда уже даже выпущу. Вдруг у него хоть один мяч получится забить. Но очень тяжело было, конечно. Надо было забивать в первом тайме. Потому что после первого тайма у нас ХГ был около трех. Холланд. И забивает Эрлинг. Отлично. Не знаю, автогол это или нет. Там от Кимиха. Но вот сразу же в этой атаке Холланд забил. Сравнялся он с Ливандовским по забитым мячам. Ну вот сейчас вот и узнаем. Нет, на Холланд. Да, записали. 18-й гол в 18-ти матчах Эрлинга Холланда. И время-то еще есть, чтобы свести счет хотя бы к ничейному результату. Все. Финальный свисток. Минимальное нас поражение. И минимальная победа Баварии в этом матче. Но вышел Холланд. Забил. Давно не играл у меня в принципе Эрлинг в Бундеслиге. Чаще всего это вот либо Кубок был важный матч. Либо же Лига Чемпионов. Поэтому свой гол он все-таки забил. И звание лучшего бомбардера, мне кажется, еще будет отстаивать. Фримпонга я изменил. С правого защитника на левого. Поэтому теперь надеюсь, что у него будет там в принципе нормально. С тонусом. Поэтому я бы сейчас еще ему тренировку бы просто хотя бы поставил. Ну что же. Полуфинал Лиги Чемпионов. Ну и снова мы играем первый матч дома. Так же как и в четвертьфинале. Поэтому выходим первым составом. Составы на ваших экранах. Как минимум наш. Сейчас еще и узнаем состав. Атлетика. Это Гюндаган из новичков, как я вижу здесь. И в принципе все. Правда странно, что Льоренте и Гюндаган играют по флангам. Тот же Лемар в центре. Но посмотрим. Ну что же. Полуфинал. Би-би-би стадиум. Мы посмотрим, как получится нам сыграть против Атлетика Мадри. Это тоже интересная команда. На такой стадии очень будет обидно, конечно, уже вылетать. И Гюндаган забивает. Вот так вот. 31-я минута. И еще и Гюндаган празднует. Но вот пока что в двух последних матчах мы пропускаем от своих бывших игроков что-то от Мьянга. Что сейчас вот от Гюндагана. Первый гол он еще забил в Лиге Чемпионов. И Ройс. Шикарная передача на Малина. Но надо забивать. Надо забивать. И 1-1. 43-я минута. Малин сравнивает счет. Льоренте. Ой-ой-ой-ой-ой. И Гризман. Снова. Атлетика выходит вперед. В этот раз получилось у Льорента и Гризмана раскатать нашу оборону. Пока что как-то не очень. Мы смотримся, конечно, в полуфинале. И пропускаем мы третий. Жоа Феликс еще нам забивает. Это уже проблемы. И четвертый. Ну, мне кажется, это все. Ну, вот как так? Вот все абсолютно залетало сейчас у Атлетика. Ну, вот каждый их удар. Вот, ну, правда. Кобель какие-то мимолетные тащил. При XG 2.8. Забили 4. Ну, мне кажется, это все к тому, что очень много мячей мы забивали вторым составом. То, что игра нам давала это забивать. Вот сейчас мы за это поплатились. Ну, что же. И последний матч на сегодняшнем выпуске. Играем, естественно, вторым составом. Против Бокхума. Потому что дальше у нас игра против Атлетика ответная. И также в финале, кстати, играем против Боруси Мюнхенгладбаха. Вот. Поэтому как-то так. Составы на шкранах. Поехали. Итак. Сигналы Дуна Парк. Боруси Адортмунд против Бокхума. Посмотрим, получится ли сейчас Боруси отойти от такого разгромного поражения еще и дома в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну, и снова нас перебрасывает. Снова перебрасывает. Холтман забивает и выводит Бокхум вперед. Так, Боаду. Хорошая передача у нас обосла. Надо, надо сравнивать. Отлично. 1-1. 25-ая минута. Замечательно. Колуму Ани выводит нас вперед. Супер. За 10 минут мы буквально отыграли этот единственный гол. Поэтому пока что выходим вперед. Замечательно. И все. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа над Бокхумом. Валевая. Если можно так назвать быстро же. Мы отыграли эти два гола. Точнее, один. Но забили сами два. Ну что ж, друзья. На этом все. Заканчиваем мы сегодняшний выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...